Лана Сатар в 2011 году, прихватив с собой фотоаппарат, пошла по грибы. И неожиданно для себя обнаруживает на старой дороге слева развилку, а справа, справа метрах в 50 на обочине стоит зеленый военный грузовик. Уже отпрыгивая в кусты, понимаем, что припаркован он в довольно неестественной позе. Пара минут ожидания, никаких звуков, никаких людей. Вспоминаем, что вроде бы около часа назад миновали остатки какого-то забора. Пара поваленных столбов и остатки колючей проволоки. Снова лес преподнес нам сюрприз. Выходим на дорогу, подходим ближе к грузовику, обходим кругом. Заброшен, забыт, оставлен навсегда, как севший на мель корабль, который покинули матросы и капитан. Там распахнутая дверь, оставленная аппаратура. Решаем пройти вдоль дороги сколько-нибудь, чтобы понять, не нужно ли поскорее скрыться из этих мест. Ядовитые ягоды, ландыша по обочине. Сотня шагов, еще одна отворотка с дороги. Вроде бы тропа, звуки лишь ветра. И тут, на поляне, это бесподобно. То, что техника оставлена, очевидно, еще при осмотре издалека. Но мы идем ближе. Вездеход никуда уже не уйдет. Уралы и зелы, вы что же, никому не нужны? Мхом поросли. Засыпаны листвой, продолжаете блестеть, пускай не свежей краской, но хотя бы дождевой водой. Лебедка, полезная штука. Жесткая сцепка. Колеса, конечно, надо бы подкачать. И здесь несколько фото с колесами на брошенной технике. И даже установить. А что внутри? Если я быстро перематываю, воспользуйтесь паузой. Надо же, тут и БТР есть. Потом, как выясняется, и не один. Когда-то был желтым или грунтовка. Удобные ручки. Можно вспомнить детство и музейные экспозиции. Полазить по танку. В кавычках. И видим, что здесь БТР и не один. И с кунгами машин. Достаточно. Под этим зонтиком, в кавычках, чехлом, живет выдвигающаяся антенна. Спустимся внутрь. Радиостанция, бортовой дозиметр, еще всякие приблуды. Основание антенны. Основание антенны. Крутишь ручку, наверху поднимается телескопическая мачта. Боже, как там тесно. Позади водителя и радиста могут сидеть еще трое бойцов со своими навыками работы с особой аппаратурой. То есть брошена техника с рабочей аппаратурой. Еще более позади пара двигателей. А третьему бойцу, кроме как ноги вперед вытянуть, и заняться, наверное, нечем. Техники много. Она запаркована настолько близко, одна машина от другой, что местами сложно пройти и приходится выбираться на крыше. Если вы думаете, что это вся техника, то все еще впереди. Из крыш местами торчат разные антенны. Здесь уже резина пришла в негодность. Еще один БТР изнутри. Те же яйца, только в профиль и без дыры в полу. Кабина. Крыша. Заглянула в один из зеленых фургончиков кунгов. Внутри тоска, но кроме тоски здесь еще и, похоже, токарный станок. Мечта. Любого. У кого есть гараж и у кого руки, откуда нужно. В следующем двухэтажная койка, как в поезде. В еще следующем ощутимо веселее. пара грузовиков с антеннами на крыше. Внутри пара дизель-генераторных агрегатов. Хоть сейчас заливай солярку и заводи. А может быть она там уже и залита. И аппаратура под антенны. Все такое чистое, блестящее, как новое. Открываем окно, вспоминаем, что мы на кладбище. Хотя нет, это же называется консервация. Правда, здесь не видно, чтобы что-либо было законсервировано. Разве что только это фара. Он будто бы говорит нам, такие дела. Еще сотня метров по дороге и еще одна свалка техники. Это уголковый отражатель? Похож. Помните, во втором терминаторе был эпизод с жидким злодеем, протыкающим крышу машины? Как же так вышло, что столько добра пропало и никто не следит? Где охрана, хотя бы собаки или не менее голодные солдаты-срочники? Здесь вот антенна снаружи. Крутишь и... Что за неведомая сила забросила фургоны один на другой? И здесь столько кунгов. Документация промокла и слитлась. Топливные баки имеют отдельную ценность. Наше внимание привлекает особо длинный представитель семейства заброшенных. Какая у него должно быть потрясающая аэродинамика. Кабина монстра. В него стреляли? Внутрь не попадаем, зато попадаем в соседние. Там крутые лампы. Вылезли на крышу. Да им конца края нет. А здесь видим уазики 462. Если я правильно называю модель. Мы такие разные и все-таки мы вместе. Вот еще довольно занятные представители. Тоже поросли мхом. Внутри круто. Сумерки опустились над этим странным местом так стремительно, как никогда в городе. Незадолго до темноты мы успели наткнуться на совсем уж неожиданный артефакт. Снаряд. Вот моя нога 40-го 41-го размера для масштабу. Каков снаряд? Маркировку увидеть не вышло, так как здравый смысл сильнее любопытства. Пусть лежит, как лежит. Врастает в землю. Мы сюда еще вернемся. Будьте внимательны, когда ходите за грибами. Благодарю за внимание. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. Ссылку на эту статью мне дал Сергей Заварзин. Вконтакте. До свидания. Продолжение следует.